Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот кто слышал Святое Евангелие? Что делает первым делом наш Господь Иисус Христос? Что Он делает? Ну, кто слышал? Слышал кто-нибудь? Вот там даже на картинке есть все. Так что делает? Ну, наверное, недели 40 дней. Нет, сейчас, в данный момент. Что Он делает? Они же там наоборот, смотри, едят. И вот Он, смотри, кусок хлеба в руке держит. Как-то не подходит. Что делает? Тайны вечера. Он собирает своих учеников. А для чего? Вот они вместе собрались, смотрите. Сидят вместе, разговаривают. Для чего Он их собрал? Кто знает? Потому что перед тем, как Его на крест повесили. Замечательно. Но вот в данном, вот Евангелие там хорошо об этом говорит. Если вы слышали, Он их собирает. А для чего собирает? Что они должны сделать? Так? Сказать то, что кто-то из их учеников предал Его. Замечательно. Но это тоже позже. А вот сейчас, на данный момент? Он сказал им, чтобы они были в мире? Ну, как еще без мира-то вместе бы не собрались, сам понимаешь. Так, кто еще? Чтобы Он им сказал, чтобы они Его проповедовали Бога. Вот, смотрите. Он им дает такое специальное поручение. Во-первых, Он дал... Вот, кто-то там тянет руку. Что? Я думаю, что Господь дал, ну, попросил учеников зайти в каждое село и послушать. И если не примутся, сразу не пристну. Да, Он их просил пойти и рассказать, что происходит. Но при этом, при всем, не только рассказать, но и что-то делать. Правда? Следующий слайд. Помните, кто знает, что это за мультик? Кто? Это Кайя Герда. Ну да, а из какого мультфильма? Слышная королева. Молодцы. Вот, вот эти, вот эта троица, она что должна сделать? Кто знает, что вот эта троица должна сделать? Мультфильм-то смотрели. Победить. Ну, да, победить. Но в чем заключалась победа? В чем заключалась их победа? Кто знает? Вот. Найти Кая. Найти Кая. Ну, прежде чем найти Его, и что сделать? И разморозить Его сердце. Вот, отлично. Прямо, очень хорошее такое слово. Разморозить сердце. Представляете? Вот так и ученики Христова должны были пойти в мир и размороживать сердца, размораживать сердца людей. Это прямо, прямо в тему, да. Вот и они так идут, они разные. Вот тролль, который идет, он уже о своем думает, правда? Но что с ним происходит? Он идет, идет. И что он делает? Кто знает? Что с ним происходит? Вот он как начинает идти? Он понимает, что не сможет выдать королеве Герду. Правильно, он меняется. Он становится другим, представляете? Он идет для того, чтобы помочь в исцелении и становится другим. Так и ученики Христовы, когда им дается это задание, они, может быть, и боятся, и сомневаются, но становятся другими, когда делают добро. Следующий. Вот. А вот это как раз разморозить сердце. Помните, что сделала как раз Герта прежде, чем исцелить Каю? Кого она исцелила? Снежную кладку. Правильно, а как? Обняла. Обняла, правильно, ты молодец. Она ее обняла. Она к ней обратилась от сердца к сердцу. И снежная королева, следующий слайд, стала кем? Кем она стала? Простой девочкой. Правильно. Но не простой. Что эта девочка дальше сделала? Что она сделала? Ну, они шли втроем. Зачем? Кого спасать? Кая. Да. И она исцеляет Кая. Кая ведь тоже исцелен. Следующий, пожалуйста. А это что за мультик? О, руки тянутся во все. Про Валли. Мне ее, по-другому, игру дарили. Валли. Зачем? Это Валли. Это Валли. А что делал Валли? Он искал жизнь. Искал жизнь. Тоже классно. Вот. А что делали ученики, когда шли к кому-то? О чем они рассказывали людям? Как вы думаете? Что-то с жизнью связано? Вот ученики Христовы идут к людям, исцеляют. И что они рассказывают? Про Иисуса. А почему они это делают? Что они обещают? Что Господь нам обещает? Ой, там рука денется. Что мы воскреснем. Ну да. Нам обещают, что жизнь. И чему мы научимся? Чему мы научимся? Чтобы все в мире жили в мире. Это очень важность для сегодняшнего момента. Что мы научились друг друга любить. Помните историю Валли? У него там же была тоже и подружка. А что он говорил тем, кто сомневался? Вот этим цветком. Что он говорил? Вот у него вот ботинки, помните, был цветок все время. Что он этим говорил? Что на земле... Что на земле есть жизнь. Правильно. На земле есть жизнь. Вот. И так каждый ученик, когда приходил к кому-либо, он говорил, вы знаете, а жизнь есть, и она не кончается. И вот я могу вас исцелить. И вот жизнь дает тот, кто меня послал. Следующий. А вот это как раз иконочка про что? Вот в чем мы сегодня участвуем? В чем мы здесь участвуем и собрались? Так. Кто говорит? Чтобы... Нет. Ну подумай еще. Кто еще? Вот. С той страны есть. Чтобы уметь и славить, и благодарить Бога. В Евхаристии, конечно же, в благодарение. Вот. И ученики шли и говорили, знаете, есть жизнь. Все сомневались. Вон, помните, у Валли был ботинок. Такой с цветком, с маленьким, с ростком. Все думали, что жизни нет, все конец, все закрылось. Надежды нет. А он этот ботиночек носил и говорил, посмотрите, а вот росток зеленый. Жизнь не закончилась. Все только начинается. Понимаете? И нам каждому об этом говорит сам Господь. Если только захотим, в это что? Что в это захотим? Кто скажет? Поверить. Поверить, конечно же. Было бы только наше желание. Быть Его учениками. И эта жизнь станет нашей жизнью. Давайте постараемся. Правда? Договорились? Что ж вы так хилы все время? Договорились? Да! Молодцы. Аминь.